Вопросы и ответы на тему программирования 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 лицензия и это нужно просто понимать ну и надо сказать что у кейклак нет поддержки dotnet core ну естественно потому что он написан на java ну и все как сказать экстеншен эти дополнения расширения к нему теоретически тоже можно нужно в общем я не нашел информацию о том можно ли для него запускать какие-то dotnet core настройки суть сводится к тому что вы запускаете его там допустим в докере и он просто работает сам по себе из коробки так сказать выдает пользователи регистрируют выдают токены регистрируют пользователей но вот наверное в этом его плюс он как бы самый недостаточный поэтому достаточно просто в него входя ну запустить сложность настройки на самом деле высок потому что даже несмотря на то что есть интерфейс вам все равно нужно понимать что вы делаете как работает роли авторизация идентификации permission и клаймы и так далее и говорить о том что он легче нет я так и стал говорить потому что все равно сама система авторизации такая непростая штука им нужно четко определять что вы хотите сделать как вы хотите управлять своими пользователями и как это настроить системе но со своей стороны на вопрос чтобы я использовал я бы использовал опаны и дикты такая интересная штука которая также является реализацией а вот 2.0 ну в общем то так же как и идентики сервер более того это абсолютно бесплатный продукт надо сказать что он еще реализован таким образом что вот смотрите а ведь этот сервер у него была такая штука что некоторые реализации были прямо доступны из коробки нужно было просто установить и принципе начинало работать опана диктон такой более наверное низкого уровня хотя нет так тоже нельзя сказать основные главные методы можно реализовать вернее нужно будет реализовать собственноручно ну на самом деле очень много примеров в интернете как это делается вот но это на самом деле более гибкий вариант то есть вы можете авторизовать и аутентифицировать пользователей так как именно нужно вам в вашем приложении то есть более гибкий подход надо сказать опять же про идентики сервера там тоже была такая возможность но немножко другим способом через плагины через экстеншены через реализацию других интерфейсов ну и опять же open id дикт является сложной системой как и все собственные системы авторизации и поэтому настраивать его тоже на самом деле не просто нужно понимать опять же что вы хотите как вы хотите откуда куда и зачем но и плюсом вот этого open id дикт является юай который есть в отдельном приложении называется open id дикт юай который также в режиме пользовательского интерфейса поможет вам настроить и приложение которое на авторизуете пользователей в общем есть юай администрирование пользовательский интерфейс это на самом деле мне кажется очень полезно и круто в добавок или там в альтернативу кейкла ну и еще не могу не сказать что есть штука которая называется микросервис темплейт этот шаблон open source который да не стесняясь скажу что сделал я там внутри два шаблона проект лежит на гитхабе и два шаблона который identity server с встроенным open id дикт модулем который позволяет как раз мы давать токены модуль который без open id дикт но с настройками для авторизации на identity модуль то есть собственно говоря если вы себе установите шаблоны создав первый с open id дикт сервером который будет авторизовывать можно создать там пачку много этих модулей которые будут подключаться к identity модулу то есть к вашему главному серверу авторизации и на нем авторизоваться даже если вы это не будете настраивать и использовать в любом случае код открыт и можете посмотреть как это настраивается прям взять скопировать куски кода и настроить это собственноручно на своем проекте на своей системе и пример уже существует в общем как сказать настоятельно рекомендуем еще раз open for microservice template это open source то есть открытие на гитхабе код ну и опять же есть open id дикт который может при установке ваш облона запустив вот этот вот модуль управления менеджмент ролями и пользователями для open id дикт пожалуйста тоже можно использовать как в дополнительной но надеюсь на этом я ответил да про то что нужно что лучше в общем я склоняюсь к open id дикт потому что он все то же самое что кейк лак почти что да но более гибкий но еще и с примерами во всяком случае вы можете попробовать итак вопрос номер 232 у нас сегодня второй интеграционные тесты для кто там identity framework core лучше проводить на mma смотрите друзья на самом деле юнит тесты конечно да хорошо на и мэмори это это не всегда смотрите есть вы используете какой-то форм который например рейдите фрамворк орк и интеграционные тесты подразумевают определенный тест функционала когда вы реальные запросы трансформируйте в реальные сквей вот это и есть то есть вы тестируете правильно ли будет транслирован ваш код из си шарпа непосредственно запросы ну например поскорриса да потому что запросы бывают разные и провайдеры бывают разные соответственно именно для этого идет центр интеграционный тест поэтому не в мэмори нет это плохой вариант вы никогда в мэмори не протестируете например транзакции вы в мэмори не протестируете полный функционал который дает возможность сгенерировать правильные запросы то есть и мэмори это плохой вариант для интеграционных тестов соответственно желательно подключить какие-нибудь дополнительные базы сейчас много чего появилась на базе докера то есть можно поставить специальный постгресс докер контейнер для тестов который позволит запустить ваши тесты в докере пробежится по всей базе сделает правильные методы запустить тесты и прошу прощения и после того как у вас это работает докер контейнер удалиться то есть это можно делать и на продакшене и на локальном компьютере разработчика еще раз интеграционные тесты для интеграционные тесты для интеграционные тесты нельзя делать и мэмори вы не протестируете весь функционал или правда так вопрос номер 233 как выбрать между ребят и как от чего нужно отталкиваться но друзья давайте вот так смотрите я уже какой-то момент времени делал информацию вопрос номер 233 как выбрать между ребят и кавка чего нужно отталкиваться когда ты уже делал видео на котором рассказывал что себя представляет кавка и ребят если быть кратким то а вот некоторые параметры которые нужно взять во внимание и так надо понимать что ребят это реальный месседж брогер а кавка это версионный журнал или журнал версии причем это очень сильно влияет на производительность если говорить про кавка то это до двух миллионов операций в секунду но там операции простые там кейвэлью большому счету вот если прям совсем так простого сказать а ребят позволяет так сказать оперейшн в этом смысле транзакшн передавать то есть более большого формата более наверное функциональное какое-то сообщение обычно транзакшн подразумевает какие-то бизнес операции в общем из этих соображений нужно выходить из количества сообщений которые может передать ребятам ну 40 60 я знаю тысяч операций в секунду легко вообще переваривать а кавка повторяю до двух миллионов то есть вот смотрите к чему вообще речь идет если вы используете ребят он у вас один в сети находится и он при этом 40 там но 50 будем говорить тысяч операций поддерживает а кавка она одна в сети но в нее вливают в разным по разным подсчетам там несколько десятков или там сотен собственно для других микросервисов свои логи называемые оперейшнл дата грубо говоря кейвэлью вот такого небольшого стандарта знаю знаю что можно настроить чтобы она там и транзакшн дата но это как бы нужно в общем все хорошо в меру а в кривых руках и калькулятор зависает как я обычно говорю так что вот смотрите просто параметры которые есть и надо понимать что это еще дает некоторые ограничения на управление самой системы ну например ребят это очередь и эти сообщения удаляясь после их использования и где является еще предупреждение кавка является журналом что означает что он сообщает сообщение по молчанию этим как бы можно управлять ну и так далее тому подобное смотрите внимательно и что вы хотите сделать еще раз кавку тоже можно использовать как очередь но это не очередь с этим связанные некоторые ограничения ребят тоже может собирать логи но это не то количество ну в общем но не для этого нужно просто четко понимать для чего вы хотите это использовать исходить из этого и ищите какой журнал или нет какой брокер лучше подходит под ваши собственные гринд требования вопрос номер 234 и звучит он следующим образом зачем нужно добавлять суффикс айсинк для метода ну вообще насколько я знаю это договоренность которая придумала развивает и продвигает microsoft и связано это не с тем что они просто захотели дописывать какой-то суффикс айсинк а для того чтобы переписывать старый функционал на асинхронный то есть когда-то были в частности были этапе клиенты которые могли загружать данные был там download data появился новый функционал который download data async старый при этом сохранялся ну то есть для соблюдения обратной совместимости и надо понимать что вот этот асинк он как бы подразумевает и говорит о том что ваш метод является асинхронным то есть у него для вызова должен вначале стоять await и это как бы дисциплинирует некоторых разработчиков в том числе меня я использую активно суффикс айсинк но обратите внимание что не всегда используется суффикс айсинк например в контроллерах нет такого у вас есть крут операций там create update delete и асинк суффикс обычно метода контроллера не пишется для чего и почему ну во-первых методы контроллера дергает не пользователь а дергает в смысле не разработчик а какой-то там внешний пользователь поэтому ему не нужно вызывать эти самые методы и подставлять к ним асинк это во-первых а во-вторых если вы сделаете какую-то сборку у которой есть там асинхронные методы то было бы неплохо сказать разработчику который будет использовать ваш фреймворк в том числе и вы кстати будете использовать нужно было понимать что если у вас метод getByIdAsync или там updateDatabaseAsync то нужно понимать что это асинхронный метод и нужно подначале поставить delay я сам несколько раз уже прокалывался на том что асинхронный метод забывал написать async и не при этом не вызывал ну то дело привычки тут каждый решает нужно ли вам это зачем добавлять не хотите не добавлять но посмотрите на исходные файлы .net посмотрите вообще на гитхабе открытый код в основном люди добавляют и это как бы в общем вносит какую-то ну надо сказать договоренность которая в общем привыкает человек который пишет код и на самом деле круто вопрос номер 235 как вы используете как часто вы используете оптимизации с используем спан и других типов я друзья очень редко использую если не сказать что в последнее время вообще не использую почему ну во первых я пишу код очень давно старый человек старая школа как-то привык обходить без этого но дело не в этом дело в том что есть такого понятия как преждевременная оптимизация и об этом многие разработчики которые пишут книги говорят и вот если вы начнете раньше времени оптимизировать код то добра это обычно не доводит все получается иногда гораздо хуже чем могло бы быть речь идет о том что оптимизация это когда у вас уже рабочий код и вы ему делая какие-то определенные тесты юнит тесты нагрузочные тесты можете улучшить производительность за счет того что где-то что-то там подрихтуете так сказать перепишите перепели реализуете сделать рефакторинг и используйте какие-то новые современные там не знаю спаяны например и так далее вот вот это да это оптимизация сразу написать код оптимизированы но во первых вы потратите время потому что скорее всего то что вы напишите может быть и не потребуется вам потом а если потребуется вы просто потратите время или метод удалиться в общем я склоняюсь тому что преждевременная оптимизация она как бы на самом деле нифига не ускоряет работу проекта особенно если учесть что требования бизнеса всегда были такие что нужно вчера и бесплатные как можно быстрее чтобы это заработало оценить риски заработает взлетит ли а только потом уже когда начнется пользователи ходить только тогда нужно оптимизировать оптимизировать уже работающий код но всегда проще чем писать оптимизированный код сразу поэтому как часто ну честно последний раз было достаточно давно и да приходилось использовать спан чтобы были ну в общем не важно друзья в общем все хорошо в меру имейте ввиду если у вас есть какие-то другие примеры пожалуйста напишите комментариях это мне в принципе очень интересно так ну а на сегодня видимо все я тогда с вами прощаюсь вам всего доброго и пишите правильный код но но ну и Продолжение следует...